Ну что ж, мы продолжаем наш разговор о выступлении наших футболистов и игроков с постсоветского пространства в зарубежных клубах. С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы поговорим о романе Еренчуке. Футболист из сборной Украины, который за последнее время здорово прибавил, раскрылся и показал себя на том же самом чемпионате Европы. Ну а сейчас начинает выступление за португальскую Бенфику. Ну и многие меня просили разобрать какой-нибудь матч в исполнении Еренчука, и я решил, что сегодняшняя встреча Бенфики и ПСВ пойдет вот как раз под эту категорию. Потому что здесь высочайшее напряжение, решающий матч за выход в Лигу чемпионов, в групповой этап, накануне только, знаете, спортивное достижение само по себе, но и огромные бабки, потому что за выход в групповую стадию и за последующие выступления там можно получить десятки миллионов евро. Поэтому отдельный взятый футболист, тот же самый Еренчук, успешными действиями в этой игре может в финансовом плане полностью окупить все затраты на свое подписание. Ну и в результате Еренчук появился в стартом составе, что, конечно, отрадно. Ну и хотелось бы отметить, что он старался, но матч сложился таким образом, что ему, как нападающему, было очень тяжело проявить себя. Почему? Ну давайте разберемся. Хотелось бы сказать, что спонсор этого выпуска компания PINAP.RU. PINAP.RU это официальный букмекер, который предоставляет максимально удобные условия для футбольного болельщика. Здесь вы можете сделать ставку практически на любой матч, нет никаких проблем с выводом средств, нет никаких технических проблем, сайт надежный и стабильный. А главное, вы можете получить тут очень неплохие бонусы, в том числе и персонально от меня. Если вы введете промокод, который указан в описании к этому видео, а также зарегистрируетесь по ссылочке в описании, то вы можете получить фейбет до 3000 рублей. Так что, ребят, дерзайте. Ну а теперь давайте разберемся с Ромкой Еремчуком, что он показал в матче против Бенфики. Итак, во-первых, он вышел в стартом составе, что, с одной стороны, очень важно, потому что конкуренция в Бенфике сумасшедшая в нападении. С другой стороны, именно сейчас эта конкуренция, ну, скажем так, ослаблена, потому что Нульес не принимал участия в матче. Пиньо травмирован, Харис Сеферович травмирован. Поэтому на данный момент у Еремчука как раз и есть возможность показать себя. И в условиях максимальной конкуренции, которая дальше начнется в Бенфике, когда все будут в строю, конечно же, вот эти первые матчи Еремчука будут очень важным плюсом. То, что он смог показать себя на старте карьеры. Это было такое, знаете, окно возможностей для Романа. Пока есть травмы, пока есть проблемы в нападении Бенфики, был такой шанс проявить себя как следует. Ну и я напомню, что в первом матче Бенфики и PSV Еремчук отдал две голевые передачи, команда выиграла 2-1 и в результате именно эта встреча, именно эта победа обеспечила путевку в следующий раунд. Поэтому здесь в каком-то смысле можно сказать, что Еремчук уже отработал те деньги, которые были вложены в его подписание. Во второй встрече он, может быть, тоже хотел себя проявить в атаке, но сложилось все в корне иначе. Ну, во-первых, Бенфик, понятное дело, изначально уже не могла здесь играть так же смело, как в первой встрече. Потому что, во-первых, играет на выезде в Голландии. Во-вторых, что еще очень-очень важно, Бенфика имеет преимущество в счете. Поэтому PSV здесь априори вынужден идти вперед, Бенфика будет играть на контр-выпадах. И вот в этой системе координат Еремчук мог оказаться просто идеальным футболистом. Потому что Роман, с одной стороны, достаточно крепкий поезд, с другой, очень подвижный. И на том же самом чемпионате Европы мы видели их великолепное взаимодействие с Ермоленко, когда один футболист на фланге действует, другой в центре атаки. Поэтому Еремчук может смещаться на бровки, уводить за собой соперников, открывать зоны. И Еремчук вообще много перемещается. В общем, для контр-атакующего футбола он бы был идеален. И, в принципе, Роман стремился открываться. Он стремился быть, так скажем, на стое атаки, все время на линии офсайда. Но с передачами на этот раз как-то не заладилось. Возможно, это связано с достаточно осторожным составом. Потому что фактически тут три центральных защитника, два крайних. Плюс, ну, если брать центр поля, тут, конечно, есть универсалы, способные действовать и на атаку, и на оборону. То же самое Жоу, Марио, Тарапт и так далее. Но классический такой плеймейкер, креативщик был всего один. Это Раф. И в результате получается, что поддержка у Еремчука была не такой крутой. И зачастую куда больше активности исходило от футболистов фланга. От тех самых латералей, которые включались в атаку. То есть снабжение мячами Еремчука шло, прям скажем, так себе. И поэтому, как мне кажется, Еремчуку было тяжеловато. В первом тайме он цеплялся за мячи, пытался, но снаряды, к сожалению, летели куда угодно, только не к Роману. И, конечно же, важнейшим фактором первого тайма стало удаление Вериссимо. Вот этот бразилец, который, кстати, в свое время мог оказаться в Спартаке, но в итоге, я думаю, сейчас москвичи только довольны тем, что не подписали этого футболиста, он пока что в Бенфике не особо впечатляет. И вот здесь красная карточка, и Бенфика, которая и так изначально вышла с оборонительным заданием, в том числе удержать преимущество, здесь оказалась просто в тяжелейшей ситуации, на выезде в десятером против ПСВ, который пойдет вперед. И, разумеется, в этих условиях Еремчук, как и прочие футболисты, в первую очередь сосредоточились на обороне. Бенфика немножко видоизменила схему, понятное дело, и Роману зачастую приходилось действовать, ну, практически вровень с Рафой, то есть нужно было обороняться всеми силами, всеми возможностями, в том числе при участии украинского нападающего. В принципе, он в этом плане тоже хорош, но, согласитесь, это не самое лучшее применение для его талантов. С другой стороны, во втором тайме в одну из помпера атак у него был отличный шанс забить или отдать кривую передачу, но его удар прошел мимо цели, и, возможно, некоторые португальские фанаты скажут, что Еремчук пожадничал. Ну, может быть, такое мнение в этой ситуации, возможно, стоило поделиться снарядом. Хотя, с другой стороны, нападающий должен метить ворот, он должен быть нацелен на ворот соперника и так далее. Романа в итоге заменили на исходе часа игры, и хотелось бы отметить, что в целом он оставил неплохое впечатление, но в условиях того футбола, когда твоя команда обороняется, и к тому же еще и обороняется в десятером половину игрового времени Еремчука, команда действовала в венчинстве. Тут, понятное дело, форварду сложно себя проявить. Впрочем, считаю, что винить Романа здесь нет никакого смысла, он, самое главное, своими голевыми передачами вывел Бенфику в Лигу Чемпионов и, таким образом, принес команде огромные деньги. Что, конечно, будет большим плюсом к тому моменту, когда вернутся Сеферович, когда вернутся все остальные в строй, у Еремчука уже будет мощный задел, который он оформил на старте сезона, когда фактически принес команде Лигу Чемпионскую путевку. Так что, в принципе, роман хорош, это круто, это здорово, ну и будем за ним дальше следить. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал и следите за обновлениями на нашем втором канале, он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!